В Приднестровье угрозы терактов. Предотвратили, подозреваемых задержали. Цель террористов – удар по России. Об этом президент Красносельский сегодня говорил с депутатами Григориопольского района. А еще о том, как важно сохранять мир. Были и другие темы, об этом тоже расскажем позже. А пока самые важные акценты со встречи президента в Григориополе. Григориополь местные депутаты спрашивают президента об обстановке в Приднестровье и вокруг страны. Все чаще звучит вопрос о Приднестровье. Активизировались моменты по регулированию вопроса не политическим и мирным путем, а военными действиями. И силы определенные, кому мир по большому счету не нужен, кто желает втягивания Приднестровья, тоже Молдовы, в войну, в конфликт. В Приднестровье готовили теракты. Организаторы СБУ с начала 14 февраля в Бендерах хотели взорвать кортеж ОБСЕ во главе с действующим председателем Буяром Османи. Теракт в тот день сорвался. Исполнитель это задержанный Вячеслав Кисничан испугался охраны. Тогда в СБУ придумали новый сценарий. Взрыв в центре столицы цель, приднестровские чиновники и прохожие. Подтекст политический. Об этом тоже сказал президент на встрече в Григориополе. Было бы предъявлено обвинение Российской Федерации в том, что миротворческая миссия утратила уже свою значимость, не могут сберечь жизни людей и так далее, и так далее. И вплоть до разрыва соглашения о мирном урегулировании 92-го года и вводит сюда каких-то сил непонятных, якобы миротворческих, а для нас так аккаунтованных. Уровень опасности тех событий, которые могли последовать за данным терактом. Это война между Приднестровьем и Молдовой. Понимаете? Вот без пяти минут. Но, слава богу, не удалось допустить. Планы рухнули. Спецслужбы Приднестровья теракты предотвратили Кисничана и его подельника. Задержали. Машину со взрывчаткой нашли в гараже в Бендерах. В обшивке ленд-ровера было 8 килограммов гексогена. А вот еще детали дела от президента. Гексоген привезли с Украины через территорию Молдовы. Если у кого-то возникает вопрос, как же наши службы не вывели на границе, поясняю. Значит, привезли под бампером, скрытно и вне пункта пропуска. То есть, фактически-то и выявить было невозможно. Тем не менее, машина была изъята. Взрывотехники ее обезвредили. Данное взрывное устройство было укомплектовано болтами, гайками, которые террорист купил там в Бендеры на рынке соответствующем, гвозди. Поражающие элементы. Подозреваемых задержали, дают признательные показания. Есть свидетели, вещественные доказательства. Материалы уголовного дела Приднестровье готово показать иностранным спецслужбам. Публично призвали практически все иностранные спецслужбы, кого это касается, чьи граждане находились в кортеже, принять участие в расследовании данного уголовного дела. Ознакомиться с материалами. Мы публично, понимаете, мы открыто. Нам нечего скрывать. Если бы с нашей стороны был бы хоть капли фальсификации, но, наверное, мы бы смело бы так не заявляли. То есть, это все легко выявить на самом деле. Но как раз правда-то она есть и на нашей стороне, и фактура есть. Следствием установлена причастность СБУ Одесской области. Вот про это можно четко говорить. Следствие продолжается. Президент Красносельский еще раз напомнил, Приднестровье сохраняет мир, мы никому не угрожаем. Продолжаем принимать беженцев. У нас около 25 тысяч приезжих с Украины. Есть пункты размещения. Украинские дети ходят в сады и школы. Взрослым помогают с работой.